Тем временем террористы в Сирии, по некоторым данным, применяют химическое оружие. Сообщения о разрыве снарядов с фосфором и хлором поступили от бойцов курдского ополчения в Алеппо. Их отряды самообороны защищают город от боевиков, запрещенный в России Джибхата Нусры, независимо от подразделений сирийской армии. У каждого свой фронт, но враг общий. Эксклюзивные кадры в репортаже Антона Степаненко. Позади остается крайний пост сирийской армии. Машина везет нас туда, где еще не было ни одного российского журналиста. Это район Шейх Максуд. По сути, город в городе. Его удерживают отряды самообороны местных курдов. Армия сирийской арабской республики сюда даже не заходит. Защищает свои, арабские кварталы города Алеппо. У них один враг – террористы. Машина пролежает метров 500 и останавливается уже на курдском посту. Война началась примерно год назад. Боевики попытались захватить район, а мы организовали самооборону. Воюют до сих пор. Запрещенная в России группировка Джабхат Аль Нусра, штурмует курдский анклав Алеппо с запада, с севера и востока. Район Шейх Максуд расположен на возвышенности. Если боевики его захватят, то весь город окажется у них под прицелом. А пока под прицелом сам район. Здесь просто нет безопасных мест. Каждая улица, каждый дом – цель. Огонь боевики ведут по району неприцельно. Жилые кварталы просто забрасывают самодельными минами. Это результат попадания лишь одной мины. Жилого дома и семьи не стало. Завал разгребают голыми руками. Аккуратно, камень за камнем. Никто не знает, где найдут тела погибших. За что они нас убивают? Они говорят, что воюют за веру, за ислам. И поэтому умирают женщины и дети? Здесь уже нашли тела двух женщин и трёх детей. Прямо на наших глазах находят ещё одно тело – шестое. Его бережно заворачивают в одеяло и относят к машине. Она едет сюда. Единственную больницу на весь район. Больничные палаты теперь уже в бывшей школе. Здесь же и морг. В классе биологии – гробы. В классе математики – тела убитых. Здесь лежат две мои сестры и четверо племянников. Они не хотели войны. Они хотели всего лишь выжить. А за стеной в это самое время принимают роды. Эту малышку назвали Майя, что по-корски означает «остающаяся здесь». Вот только шансов остаться живыми у жителей района Шейх Максуд немного. С середины февраля здесь в районе были ранены 140 взрослых и 62 ребёнка. Убиты 25. И это данные только по гражданскому населению. Район обстреливают вот из таких самодельных орудий. Это трофей. Его отбили ополченцы. Оно стреляет на дистанцию до 4 километров. В каждом 30 килограммов взрывчатки. А иногда боевики стреляют их хлором. После обстрелов мои бойцы задыхались и кашляли. Было видно, как хлор прямо стелется по земле. Это видео сняли сами боевики. В кузове газовые баллоны. Ими заряжают самодельные миномёты. И под воплей боевиков залп целой батареи. Залп по жилым кварталам района Шейх Максуд. Нас ведут на передний край Западного фронта. Граница между районами Ашрафия и Шейх Максуд, Алеппо. Оборону здесь держат только курдские отряды самообороны. Перебежки от стены до стены отнюдь не ради того, чтобы просто пощекотать нервы и взбодрить журналистов. Здесь и правда опасно расслабляться. Огонь боевики открывают мгновенно, едва заметив движение. Вот часть группы перебегает улицу. Оператор Первого канала Артём Григорян это снимает. Ему бежать следом. Едва ребята успевают заскочить в здание, пуля откалывает кусок бетона над головой автоматчика. Атаки на наши позиции не прекращаются. Мы придерживаемся тактики активной обороны. Порой, отбивая нападения боевиков, освобождаем дом за домом. Едва боец ополтельно предговорил, как в стену врезается автоматная очередь. Откуда стреляли, в условиях города определить сложно. Но отход нашей группы с передовой, боец самообороны, прикрывает ответным огнём. Антон Степаненко, Артём Григорян, Первый канал, район Шахмаксуд, Олебский фронт, Сирия.